Дети, ради них мы живем. Сначала ожидание малыша, потом бессонные ночи, затем малыш становится активным и его не оставить ни на минуту. Нам это знакомо, и чтобы облегчить ваши хлопоты, мы подобрали необходимый ассортимент и сбалансировали его на каждый этап жизни ребенка для вашего удобства. Только сертифицированные, качественные и безопасные товары. Каждый заказ формируется индивидуально. Работает доставка по всей России. Радуем малыша с заботой о взрослых. Жили-были на свете три поросенка, три брата, все одинакового роста, кругленькие, розовые, с одинаковыми веселыми хвостиками. Даже имена у них были похожи. Звали поросят Ниф-Ниф, Нуф-Нуф и Наф-Наф. Все лето поросяты кувыркались в зеленой траве, грелись на солнышке, нежились в лужах. Но вот наступила осень, пора нам подумать о зиме, сказал как-то Наф-Наф своим братьям, проснувшись рано утром. И я весь дрожу от холода. Давайте построим дом и будем зимовать все вместе под одной теплой крышей. Но его братья не хотели браться за работу. А, успеется! До зимы еще далеко. Мы же погуляем, сказал Ниф-Ниф и перекурнулся через голову. Когда нужно будет, я сам построю себе дом, сказал Нуф-Нуф и лег в лужу. Ну, как хотите. Тогда я буду один строить себе дом, сказал Наф-Наф. Ниф-Ниф и Нуф-Нуф не торопились. Они только и делали, что играли в свои поросячьи игры, прыгали и кувыркались. И сегодня мы еще погуляем, говорили они. А завтра, завтра с утра возьмемся за дело. Ну и на следующий день они говорили то же самое. С каждым днем становилось все холоднее и холоднее. И только тогда, когда большая лужа у дороги стала по утрам покрываться тоненькой корочкой льда, ленивые братья взялись, наконец, за работу. Ниф-Ниф решил, что проще, скорее всего, смастерить дом из соломы. Ни с кем не посоветовавшись, он так и сделал. Уже к вечеру его хижина была готова. Ниф-Ниф положил на крышу последнюю соломинку и, очень довольный своим домиком, весело запел. Хоть полсвета обойдешь, 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 Лучше дома не найдешь, не найдешь, да. Напевая эту песенку, он направился к Нуф-Нуфу. Нуф-Нуф невдалеке тоже строил себе домик. Он старался скорее покончить с этим скучным и неинтересным делом. Сначала, так же, как и брат, он хотел построить себе дом из соломы. Но потом решил, что в таком доме зимой будет очень холодно. Дом будет прочнее и теплее, если его построить из веток и тонких прутьев. Так он и сделал. Он вбил в землю колья, переплел их прутьями, на крышу навалил сухих листьев и к вечеру дом был готов. У меня хороший дом, новый дом, прочный дом. Мне не страшен дождь и гром, дождь и гром, да. Не успел он закончить песенку, как из-за куста выбежал Ниф-Ниф. Ну вот и твой дом готов, сказал Ниф-Ниф брату. Я говорил, что мы быстро справимся с этим делом. Теперь мы свободны и можем делать все, что нам вздумается. Пойдем к Наф-Нафу, посмотрим, какой он себе выстроил дом, сказал Нуф-Нуф. Что-то мы его давно не видели. Ну, пойдем посмотрим, согласился Ниф-Ниф. Наф-Наф вот уже несколько дней был занят постройкой. Он натаскал камней, намесил глины и теперь не спеша строил себе надежный, прочный дом, в котором можно было бы укрыться от ветра, дождя и мороза. Он сделал в доме тяжелую дубовую дверь с засовом, чтобы волк из соседнего леса не мог к нему забраться. Ниф-Ниф и Нуф-Нуф застали брата за работой. О, что ты строишь? В один голос закричали удивленные Ниф-Ниф и Нуф-Нуф. Что это, дом для поросенка или крепость? Дом поросенка должен быть крепостью. Фу, уж не собираешься ли ты с кем-нибудь воевать? Весело прохрюкал Ниф-Ниф и подмигнул Нуф-Нуфу. И оба брата так развеселились, что их визг и хрюканье разнеслись далеко по лужайке. А Наф-Ниф, как ни в чем не бывало, продолжал класть каменную стену своего дома, напевая под нос песенку. Никакой на свете зверь не ворвется в эту дверь. Хитрый, страшный, страшный зверь не ворвется в эту дверь. Я, конечно, всех умней, всех умней, всех умней. Дом я строю из камней, из камней, да. Это про какого зверя он поет, спросил Ниф-Ниф у Нуф-Нуфа. Это ты про какого зверя, спросил Нуф-Нуф у Наф-Нафа. Это я, про волка, ответил Наф-Наф и уложил еще один камень. Посмотрите, как он боится волка, сказал Ниф-Ниф. Какие здесь могут быть волки? Никаких волков нет, он просто трус, трус. И оба поросенка начали приплясывать и петь. Нам не страшен серый волк, серый волк, серый волк. Где ты ходишь, глупый волк, старый страшный волк? Они хотели подразнить Наф-Нафа, но тот даже не обернулся. О, пойдем, Нуф-Нуф, сказал тогда Ниф-Ниф. Нам тут нечего делать. И два храбрых братца пошли гулять. По дороге они пели и плясали. И когда вошли в лес, то так расшумелись, что разбудили волка. Что? Что это за шум? Недовольно проворчал злой и голодный волк и поскакал к тому месту, откуда доносились визг и хрюканье двух маленьких глупых поросят. Ну, какие тут могут быть волки? Говорил в это время Ниф-Ниф, который волков видел только на картинках. А вот мы схватим его за нос. Будет знать, добавил Нуф-Нуф, который тоже никогда не видел живого волка. И вдруг они увидели настоящего живого волка. Он стоял за большим деревом, и у него был такой страшный вид, такие злые глаза и такая зубастая пасть, что у Ниф-Нифа и Нуф-Нуфа по спинкам пробежал холодок, и тонкие хвостики мелко-мелко задрожали. Бедные поросята не могли даже пошевельнуться от страха. Волк приготовился к прыжку, щелкнул зубами, моргнул правым глазом, но поросята вдруг опомнились и, визжа на весь лес, бросились на утек. Никогда еще не приходилось им так быстро, 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 быстро бегать. Сверкая пятками и поднимая тучи пыли, они неслись, каждый, к своему дому. Ниф-Ниф первый добежал до своей соломенной хижины и едва успел захлопнуть дверь перед самым носом волка. Сейчас же отопри дверь, прорычал волк, а не то я ее выломаю. Нет, я не отопру. За дверью было слышно дыхание страшного зверя. Сейчас же отопри дверь, прорычал опять волк, а не то я так дуну, что весь твой дом разлетится. Но Ниф-Ниф от страха ничего уже не мог ответить. Тогда волк начал дуть. С крыши дома слетали соломинки, стены дома тряслись. Волк еще раз глубоко вздохнул и дунул во второй раз. Когда волк дунул третий раз, дом разлетелся во все стороны, как будто на него налетел ураган. Волк щелкнул зубами перед самым пятачком маленького поросенка, но Ниф-Ниф ловко увернулся и бросился бежать. Через минуту он был уже у двери Нуф-Нуфа. Ну, теперь я съем вас обоих. Ниф-Ниф и Нуф-Нуф испуганно поглядели друг на друга, но волк очень устал и потому решил пойти на хитрость. «Я передумал!» Сказал он так громко, чтобы его услышали в домике. «Я не буду есть этих худосочных поросят! Я пойду домой!» «Ты слышал?» Спросил Ниф-Ниф у Нуф-Нуфа. Он сказал, что не будет нас есть. Мы худосочные. «Это очень хорошо!» Сказал Нуф-Нуф и сразу перестал дрожать. Братьям стало весело, и они запели, как ни в чем не бывало. Нам не страшен серый волк, Серый волк, серый волк. Где приходит глупый волк, Старый страшный волк? А волк и не думал уходить. Он просто отошел в сторонку и притаился. Он с трудом сдерживал себя, Чтобы не расхохотаться. Как ловко! Как ловко я обманул этих Двух глупых маленьких поросят! Когда поросята совсем успокоились, Волк взял овечью шкуру И осторожно подкрался к дому. У дверей он накрылся шкурой И тихо постучал. Ниф-Ниф и Нуф-Нуф очень испугались. «Кто там?» Спросили они. И у них снова затряслись хвостики. «Это я! Я! Бедная Маленькая Овечка! Пустите меня переночевать!» Я отбилась от стада. И я очень, очень устала. «Овечку можно пустить!» Согласился Нуф-Нуф. «Овечка не волк!» Но когда поросята приоткрыли дверь, Они увидели не овечку, А все того же зубастого волка. Братья захлопнули дверь, И изо всех сил налегли на нее, Чтобы страшный зверь Не смог к ним ворваться. Волк очень рассердился. Он сбросил с себя овечью шкуру И зарычал. «Ну, погодите же! От этого дома сейчас Ничего не останется!» И он принялся дуть. Дом немного покосился. Волк дунул второй раз. Потом третий. Потом четвертый раз. С крыши слетали листья, Стены дрожали, Но дом все еще стоял. И только когда волк дунул В пятый раз, Дом зашатался и развалился. Одна только дверь Некоторое время еще стояла Посреди развалин. В ужасе бросились поросята бежать. От страха у них отнимались ноги. Каждая щетинка дрожала. Носы пересохли. Братья мчались к дому на ФНАФа. Волк нагонял их огромными скачками. Один раз он чуть-чуть Не схватил ниф-нифа за заднюю ножку. Но тот вовремя отдернул ее И прибавил к ходу. Волк тоже поднажал. Он был уверен, Что на этот раз поросята от него не убегут. Но ему опять не повезло. Поросята быстро промчались Мимо большой яблони, Даже не задев ее. А волк не успел свернуть И налетел на яблоню, Которая осыпала его яблоками. Одно твердое яблоко Ударило его между глаз. Большая шишка вскочила у волка на лбу. А ниф-ниф и нуф-нуф Ни живы, ни мертвы Подбежали в это время К дому на ФНАФа. Брат впустил их в дом И быстро закрыл дверь на засов. Бедные поросята были так напуганы, Что ничего не могли сказать. Они молча бросились под кровать И там притаились. Наф-наф сразу догадался, Что за ними гнался волк. Но ему нечего было бояться В своем каменном доме. Он сел на табуреточку И запел. Никакой на свете зверь Хитрый зверь, страшный зверь Не откроет эту дверь, Эту дверь, да. Но тут как раз постучали в дверь. Открывай, открывай без разговоров, Раздался голос волка. Как бы не так, и не подумаем, Твердо ответил Наф-наф. Ах так, ну, держитесь, Теперь я съем всех троих. Попробуй, ответил из-за двери Наф-наф, даже не привстав Со своей табуреточки. Он знал, что ему и братьям Нечего бояться В прочном каменном доме. Тогда волк втянул в себя Побольше воздуха И дунул, как только мог. Но сколько он не дул, Ни один, даже самый маленький камень Не сдвинулся с места. Волк посинел от натуги. Дом стоял, как крепость. Тогда волк стал трясти дверь, Но дверь тоже не поддавалась. Волк стал от злости Царапать когтями стены дома, Грызть камни, Из которых они были сложены. Но он только обломал себе когти И испортил зубы. Голодному и злому волку Ничего не оставалось делать, Как убираться во своясе. Но тут он поднял голову И вдруг заметил Большую широкую трубу На крыше. Ага, вот через эту трубу Я и проберусь в дом, Обрадовался волк. Он осторожно влез на крышу И прислушался. В доме было тихо. Я все-таки закушу сегодня Свежей поросятиной, Подумал волк И, облизнувшись, Полез в трубу. Но как только он стал Спускаться по трубе, Поросята услышали шорох. А когда на крышу котла Стала сыпться сажа, Умный Наф-Наф Сразу догадался, В чем дело. Он быстро бросился К котлу, В котором на огне Кипела вода, И сорвал с него крышку. Милости просим, Сказал Наф-Наф И подмигнул своим братьям. Поросятам не пришлось Долго ждать. Черный, как трубочист, Волк бултыкнулся Прямо в котел. Глаза у него Вылезли на лоб. Вся шерсть поднялась С дыбом, С диким ревом. Ошпаренный волк Вылетел обратно На крышу, Скатился по ней На землю, Перекувырнулся Четыре раза Через голову И бросился в лес. А три брата, Три маленьких поросенка, Глядели ему вслед И радовались, Что они так ловко Проучили Злого разбойника. Никакой на свете Зверь Не откроет Эту дверь. Хитрый, страшный, Страшный зверь Не откроет Эту дверь. Хоть полсвета Обойдешь, 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 Лучше дома Не найдешь, Не найдешь, Да. Волк из леса Никогда, Никогда, Никогда Не вернется К нам сюда, К нам сюда, Да. С этих пор Братья стали Дружно жить Все вместе Под одной крышей. Нам не страшен Серый бог, Серый бог, Серый бог, Где ты ходишь, Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова